Всем привет! С вами Света! Сегодня приготовим мой любимый пирог, насыпной. Его еще называют ленивым, нам даже миксер не понадобится. Сейчас все покажу. Нежная, творожно-яблочная, сочная начинка и хрустящая корочка, то что нужно для ароматных посиделок за чаем. Вот продукты для теста и для начинки. Подробные граммовки и рецепт я оставлю в описании под этим видео. Для теста берем сливочное масло. Его нужно минут 10 подержать при комнатной температуре и нарезать вот такими кубиками для удобства. В миску отправляем муку, разрыхлитель и наше масло. Быстро все перетираем руками, пока масло не растаяло. Вот так. Не забываем добавить сахар и снова перетираем. Должна получиться крошка. Вот такая примерно. Готово. Ставим наше тесто в холодильник. Займемся начинкой. Чистим наши яблоки. Их можно добавить по вкусу. Прелесть этого пирога в том, что можно добавлять ягоды и фрукты по сезону. Можно готовить только с творогом или вообще без ягод, как вам нравится. Например, мой любимый вариант с черникой. Обожаю в начале лета приготовить именно такой пирог. Вернемся к яблокам. Я натираю их на крупную терку, так начинка будет сочнее и нежнее. Творожная масса состоит из творога, яиц, ванильного сахара и обычного сахара. Все перемешиваем в миске. Можно, конечно, для однородности еще взбить блендером, но у нас же ленивый пирог, поэтому обойдемся вилкой и ложкой. Все равно начинка получается достаточно однородной. Главное взять створок в брикетиках. Вот, посмотрите, какая консистенция у нас получается. Все хорошенько перемешиваем. Все, можем собирать пирог. Немного смажем маслом форму и высыпаем чуть больше половины нашего теста. Можно выстелить дно формы пергаментной бумагой, но ее у меня не оказалось, поэтому так. Утрамбовываю наше тесто и дальше будем выкладывать на него наши яблоки. У меня форма диаметром 22 сантиметра. Можно, конечно, взять и чуть больше, совершенно не страшно. Вкус от этого не поменяется, просто пирог будет немного пониже. Яблочки распределяю по тесту и посыпаю их ароматной корицей. Ммм, просто беспроигрышный вариант. На яблоки выливаем нашу творожную начинку и распределяем. Можем высыпать оставшееся тесто и немножко его разровнять. Все, готово! Ставим на 180 градусов минут на 40-45, в зависимости от вашей духовки. Когда пирог зарумянится, все готово! Здесь важно дать пирогу остыть. Я обычно не могу дождаться, теплым он тоже очень вкусный, но подождать все-таки стоит, потому что остывшим он лучше держит свою форму. Пирог можно по желанию украсить. Я использовала пудру и листики мяты. Посмотрите, какой аппетитный пирог! Сочность и слабая кислинка от яблок. Ммм, вот такой вот осенний вариант пирога у меня получился. Я точно не могу остановиться на одном кусочке. Обязательно попробуйте! Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и обязательно напишите комментарии, готовили вы такой пирог с ягодами, с фруктами или просто с творогом. Спасибо вам за внимание и приятного аппетита! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!